Более подробно эту тему обсудим с Юрием Губаревичем, это председатель движения «За свободу». Юрий, здравствуйте, рад приветствовать. Добрый день. В свою очередь, не можем не обсудить, конечно же, новость сегодняшнего дня. Диктатор Путин отправился в Беларусь с официальным визитом, где встретился с диктатором Лукашенко. Официальные данные, вот я читаю как раз и сводку от пропагандистских российских ресурсов. Речь идет о безопасности, понятное дело, шла речь о войне, Россия и Беларусь будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности и так далее. Но о чем может идти речь за закрытыми дверьми, не публично, так сказать, как вы считаете? Скорее всего, основная тема – это военная тема, так как ничего другого между ними на повестке дня не существует. Если говорить про экономическую поддержку, то это не новость. Лукашенко уже порядка 30 лет пытается доить Россию, каждый раз изобретая новый повод. Сейчас для него очень благоприятная ситуация, так как он единственный союзник России в регионе. И может предлагать еще и ряд дополнительных услуг. Не только размещение российских военных, подготовку, тренировку на белорусских базах или плацдарм для вторжения, как это было в феврале 2022 года. Но и использовать ситуацию с санкциями также для торгового посредничества, так как применение санкций, введенных Евросоюзом и США по отношению к России и к Беларуси, оно неравномерное. И пакет санкций для России значительно жорче. И Лукашенко может зарабатывать на транзите как российских, так и европейских товаров. Размещение ядерного оружия – это тоже любимая тема Лукашенко, на которую он пытается спекулировать. Но тут Путин, одна из этих целей, неназванных целей визита Путина, как раз может быть в том, чтобы осадить своего коллегу-диктатора и очередной раз пояснить, что прерогатива на использование ядерного оружия находится исключительно в Кремле. Сотрудничество в сфере энергетики и ремонта российского вооружения. Тут опять-таки это то, на чем Лукашенко может зарабатывать. Как известно, в России после ряда атак на нефтеперерабатывающие заводы возник кризис с поставками топлива. Лукашенко может на полную использовать белорусские предприятия, которые производят нефтепродукты. Также использовать предприятия оборонной промышленности, которые занимаются и созданием, и ремонтом техники военного назначения. Это все то, что может быть на столе переговоров двух диктаторов. Пожалуйста, вот данное давление на страны Европейского Союза за счет беженцев. Мне не до конца понятно, прошу прощения, не беженцев, а мигрантов. Мне не до конца понятно, каким образом это выгодно непосредственно Путину и Лукашенко, ну и каким образом это ударяет по странам Европейского Союза. Если исключить такую, наверное, незначительную статью выгоды, как прибыль от людей, которые действительно могут испытывать нужду в покидании своих стран, и платят за это бешеные деньги, то создание эмигрантского кризиса – это скорее такой способ перманентного давления на страны Европейского Союза, так как это уже наблюдается не один год. Начало его было положено, по-моему, в 2020 году. И волны периодически усиливаются, ослабевают. Скорее всего, это зависит от желания продемонстрировать какие-то варианты в изменении отношений между режимом и странами Европейского Союза, который хотел бы иметь изменение отношений, который хотел бы иметь Александр Лукашенко. Но это не происходит, поэтому давление через мигрантский кризис постоянно присутствует. А для стран Европейского Союза это определенная дестабилизация ситуации на границе, это привлечение дополнительных средств на укрепление физических, в том числе барьеров, для несанкционированного пересечения границ. Это усиление людское, это дополнительные патрули. Ну, все тянет за собой значительные ресурсы. И часть мигрантов прорывается на территории этих стран. Это также кладется временем как и на Польшу, так и на страны Балтии, содержание этих людей. Еще важный момент. Сейчас также я обратил внимание, очень частые визиты Путина лично в Минск. Как показывает практика, подобного рода встречи Путин не уделяет особого внимания, максимум на что это говорит по видеосвазе. Но к Лукашенко он зачастил. Неужто могут ли идти также разговоры о том же, что было в 2022 году, когда Путин неофициально, но находил моменты того, чтобы Лукашенко также брал непосредственное участие в войне против Украины. Да, мы понимаем, что были некоторые действия, заходы на территорию Украины с территории Беларуси, российских войск. Это уже считается, что диктатор Лукашенко также причастен к этой войне. Но все же, я так понимаю, речь может идти еще и о участии военных белорусских. Насколько это сейчас реалистично? Ваша оценка интересна? Эти визиты нельзя назвать частыми. Они, конечно, участились, если сравнивать с предыдущими периодами. Но если соотносить пропорции количества поездок Лукашенко в Кремль или Путина в Минск, то, конечно, тут будет большее число на стороне Лукашенко, который просто по первому вызову готов посещать Путина где угодно. И в Кремле, в Сочи, на каких-то еще и дополнительных резиденциях. Да, поэтому приезд Путина имеет какое-то такое из ряда выходящее событие, этим является. Но навряд ли такие визиты могут использоваться для продвижения лоббинга каких-то решений. Или подготовки к каким-то решениям. Потому что, если бы речь шла о повторении ситуации, которая была в феврале 2022 года, скорее всего, это готовилось бы втайне и как раз таки не сопровождалось подобного рода визитами, способными притянуть лишнее внимание к ситуации. Тут ряд других факторов нужно учитывать. Это наращивание российского военного присутствия на территории Беларуси. Не только техники, но скорее личной состава личных сил, вооруженных сил. Так как в случае, если будет развиваться такой сценарий, и Лукашенко будет под давлением вынужден принять решение о участии в повторном вторжении с территории Беларуси, то Путину потребуется усилить белорусскую армию своими заградотрядами. Так как надеяться на то, что белорусские военные с удовольствием исполняют такой приказ, не приходится ни Лукашенко и ни Путину. Это одна из причин, наверное, почему до сих пор существуют сомнения, стоит ли вообще затевать такую авантюру, и не получится ли из этого очередная точка напряжения уже на территории Беларуси, где российским войскам придется воевать еще. И я уже не говорю про мирное население, которое будет на протестах. С этим, конечно, вооруженным людям проще справиться. Но и с частью белорусской армии, для которой война России с Украиной не является их личной войной. Вот как раз про ядерное учение. Путин планирует привлечь белорусский ядерным учением. И знаете, иногда мне кажется, что Путин уже не стесняется использовать Лукашенко, я подчеркну слово использовать, для своих выгодных целей. Потому что мы видим провокации в Балтийском регионе. Мы видим, что это о ситуации, когда буйки убрали, которые как раз разделяют границу по воде. Мы видим периодические разговоры о переносе ядерного оружия на территорию Беларуси. Кстати, насколько я знаю, до сих пор это не подтверждено. Хотя разговоры об этом были. Иногда кажется, что Путин из Беларуси хочет сделать так называемую серую зону между Россией и Европейским Союзом и Альянсом НАТО в том числе. Вам так не кажется? Абсолютно не кажется, потому что это реальность. Реальность не может казаться. Это, к сожалению, наша реальность последних десятков лет с момента прихода Лукашенко к власти. Он делал все возможное, чтобы идти на сближение с Россией, как в экономическом, политическом, так и в военном плане. Поэтому, так или иначе, территория Беларуси уже используется Кремлем еще со второй половины 90-х. Сейчас это стало более очевидно. И если раньше Лукашенко еще имел какое-то поле для маневра и мог в спорных ситуациях, которые у него регулярно возникали с Путиным, апеллировать к своим контактам на Западе, пытаться развивать там отношения, делать какую-то разморозку, или, допустим, уходить в страны дальних дуги, как они это называют, пытаться развивать сотрудничество с Китаем и так далее, сейчас поле для маневров значительно сужено. Практически никто не воспринимает Лукашенко как самостоятельного игрока, поэтому даже если у недемократических стран есть какие-то интересы в Беларуси, они будут следовать этим интересам с оглядкой на позицию России. Поэтому тут Лукашенко остается такой хранителем территории, практически не имеющий, собственно, мнения и возможности его отстаивать. Но, тем не менее, если говорить о возможных планах у Кремля, убрать Лукашенко, поставить какую-то другую фигуру, на данный момент эти планы не реализованы лишь по одной причине, что, во-первых, есть такая откровенная демонстрация лояльности, ни одного спорного вопроса, наверное, за последние 4 года между диктаторами не проскакивало, это с момента, когда Лукашенко проиграл президентские выборы, а также есть неуверенность, что новые ставления Кремля сохранит ситуацию под контролем, поэтому подобные решения еще не принимаются. Юрий, вам огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру, всегда рады вам в эфире «Фридом». Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу», был с нами на прямой связи. Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу»